Продовольственные рынки в этом году были главным объектом внимания региональной антимонопольной службы. Рост цен на базовый набор молоко, сахар и подсолнечное масло, о которых говорил недавно президент страны, служба взяла под особый контроль. На заседании общественного совета при Рязанском управлении Федеральной антимонопольной службы России пообещали жестко реагировать на изменения. В настоящее время осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен на продукты питания, прежде всего включенный в перечень социально значимых продуктов питания. И при установлении фактов завершения мы будем принимать меры реагирования, в том числе и внеплановые выездные проверочные мероприятия совместно с органами прокуратуры. При Рязанском УФАС России работает горячая линия, куда каждый гражданин может обратиться и оставить информацию о необоснованном, как им кажется, росте цен на продукты питания. Подобная информация, поступающая от граждан, проверяется в рамках контрольных мероприятий. То же самое касается и контроля за розничными ценами на бензин. Поводов для беспокойства нет, вроде бы, но цена-то растет. Мы тоже в постоянном режиме смотрим за ценами, показывают, что вот таких явных, ярких злоупотреблений организации уже не допускают. И каждое повышение цен мы анализируем причины, и, как правило, они обоснованы. Это либо рост акцизов, либо это какие-то инфляционные процессы в себестоимости, либо это оптовая надбавка, оптовая цена. И в такой ситуации мы сообщаем сведения в центральный аппарат, который как раз является полномочным по контролю за оптовой реализацией нефтепродуктов. Стоимость топлива, разъясняли антимонопольщики, зависит от оптовых поставщиков. Как уверяют продавцы, розничная цена на 90-95% близка к закупочной. И за последние пять лет в Рязанской области к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства розничных участников не привлекали. Пока.